Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня в выпуске. Для Xbox Series X представили кастомные панели. Metal Gear Solid Master Collection на ПК все же получит поддержку клавиатуры и мыши. Авторы Dark & Darker поделились планами на будущее и многое другое. В сети появилась дата релиза слэшера Ghostrunner 2. Изначально ее опубликовали в магазине Epic Games Store, а спустя некоторое время слили трейлер с анонсом. В итоге разработчики из 505 Games на своей странице в твиттер официально подтвердили, что выход Ghostrunner 2 действительно намечен на 26 октября, через неделю после Marvel's Spider-Man 2 и за день до Alan Wake 2. Разработчики Dark & Darker провели сессию вопросов и ответов с фанатами, в рамках которой поделились некоторыми подробностями о будущем проекта. В частности, стало известно следующее. Финальное решение о возвращении игры в Steam будет принимать непосредственно компания Valve. Авторы планируют добавить больше одиночных карт. Выполнение просьб торговцев или путешественников позволит устанавливать с ними более тесные отношения. Команда отдает предпочтение созданию многоступенчатых квестов. Помимо этого, одной из приоритетных задач является дерево талантов. Также ожидаются изменения системы хранения предметов, баланса персонажей и многое другое. Помимо этого, студия отметила, что в скором времени пользователи смогут приобрести Dark & Darker через Paypal. На портале PlayOn опубликовали день запуска Vampire de Mascarade Online 2. Так, на странице проекта указывается, что он должен стать доступен для покупки 27 октября текущего года. Примечательно, что возможности выхода в 2023 говорил и глава Paradox. В то же время, недавно сайт опубликовал якобы день релиза Stalker 2 Heart of Chernobyl, который в итоге оказался ошибкой. На данный момент официального подтверждения или опровержения сроков от самих разработчиков Vampire de Mascarade Online 2 пока не поступало. Майкрософт анонсировала на накладные панели консоль Reps для кастомизации Xbox Series X. Они представляют собой цельные пластины, покрытые специальной прочной тканью. На внутренней стороне расположены силиконовые рисунки, позволяющие держаться на месте. А внизу присутствуют небольшие ножки для обеспечения свободной циркуляции воздуха. На данный момент представлены три расцветки. Два оттенка камуфляжа и одна в стилистике грядущей ролевой игры Starfield. Стоимость составляет от 45 до 50 долларов. Предварительные заказы уже открыты. Поступление в продажу ожидается 18 октября. Канами официально объявила добавление поддержки клавиатуры и мыши Metal Gear Solid Master Collection на ПК. Однако она будет реализована лишь частично. В беседе с журналистами компания ответила, что Metal Gear Solid и старые игры с платформ MSX и NES получат поддержку только клавиатуры из-за отсутствия 2D-перспективы и вида от первого лица. Использовать клавиатуры и мыши можно будет только в Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Разработчики Frostpunk и This War of Mine сообщили примерные сроки выхода своего нового проекта The Alters. Согласно их заявлению, он появится в первой половине 2024 года. Помимо этого, авторы добавили, что на предстоящем Gamescom 2023 и в течение всего сентября они постараются регулярно демонстрировать новые материалы по игре. В тот же период ожидается премьера геймплейного трейлера. Авторы полнометражного аниме «Консьерж универмага Арктика» представили новый трейлер, а также объявили дату выхода в Японии. Так, лента станет доступна для просмотра в регионе 20 октября. Напомним, сюжет шоу расскажет о девушке, которая работает в загадочном универмаге, где все покупатели – животные. Кой Текма выпустила свежий трейлер грядущей экшен-жи-рпджи «Fate Samurai Remnant». Ролик посвятили исследованию мира. В частности, пользователям показали прогулки по городу, совершение покупок в различных магазинах, а также возможность погладить собак, постречавшихся на пути. Релиз проекта ожидается 29 сентября для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Саботаж Студио совместно с компанией IMAID BEAT анонсировали физическое издание для пошаговой ролевой игры Sea of Stars. На данный момент известно, что оно должно поступить в продажу в начале 2024 года для Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PlayStation 5. Информации о содержимом пока нет. Релиз самого проекта намечен на 29 августа. Издательство Калипсо Медиа и студия Realm Forge назвали дату выхода стратегии Dungeons 4. Она появится на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 9 ноября. В этот же день проект пополнит состав библиотеки Game Pass. Вместе с анонсом авторы также показали специальный геймплейный тизер-трейлер. И помимо этого в ходе Gamescom 2023 для всех желающих будет доступна демо-версия. Студия Star Wars Industries и издательство 11-Bit Studios назвали день премьеры предпочеческой игры The Invincible по мотивам романа Станислава Лема «Непобедимый». Проект станет доступен на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 6 ноября. Помимо этого представили новый геймплейный трейлер. Издание IGN опубликовало 13 мингеймплея дополнения Dimension Shell Shock для Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. В ролике журналисты продемонстрировали геймплей за новых персонажей – Караи и Усаги. Зрителям показали боевые приемы, а также вариации костюмов. Напомним, дополнение должно стать доступно 31 августа. Amplitude Studios объявили сроки проведения закрытого бета-тестирования Endless Dungeon. Оно будет проходить в период с 7 по 18 сентября. Также было добавлено, что пользователи, оформившие предварительный заказ в Steam, получат два бесплатных пропуска для друзей. Напомним, Endless Dungeon – это тактический экшн-жанр Роглайт с элементами Tower Defense. В ней игрокам предстоит спастись с заброшенной космической станции, пробиваясь через волны противников. А теперь календарь событий на завтра, в среду 23 августа. Стартует Gamescom 2023. Выйдет четвертый эпизод Ова по манге «Унеси меня на луну». И состоится премьера первых двух эпизодов шоу «Звездные войны Асака». Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписаться на канал, если этого еще не сделаем. А также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшним новостям. Также напоминаем, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей. И группа в Телеграм, где доступен весь наш контент, включая подборки скидок на игры для разных платформ, календарь событий на каждый день и периодические короткие обзоры на игры, фильмы и сериалы. Ссылки в описании под видео. Большое спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!